Скажите, пожалуйста, у вас есть такие моменты в жизни, когда вы стояли на каком-то перекрестке и размышляли, куда мне идти? Налево или направо? Вы или не вы? И были у вас такие моменты, когда вы серьезно о чем-то размышляли, куда вам повернулись? У кого были такие моменты? А теперь вопрос более сложный, более серьезный. А есть ли у вас такие поворотные моменты в жизни, о которых вы сегодня жалеете, что вы не туда пошли? О чем я говорю? Это может быть выбор спутника жизни. Серьезный поворотный момент? Это не точно серьезный, это супер серьезный момент. Он определяет вашу жизнь, будете ли вы счастливы в браке, или вы будете несчастными, как большинство людей в этом мире. Это может быть выбор, специальность, на кого учиться. Были у вас возмущения к кому? И вдруг вы пошли там, я не знаю, и пожалели. У меня моя одна из близких родственниц отучилась три года в крутом вузе и бросила. И говорит, это не мое. Три года отучилась? Мало, да? Может быть, это ситуация, когда вы в отношении с кем-то стояли на перекрестке. Вот были у вас моменты, о которых вы сегодня жалеете? Сегодня будет тема моей проприки, как раз об этом. Она называется так. Трагический выбор праведника Лота. Трагический выбор праведника Лота. Я проповедую об Абраме. Это третья проповедь. В прошлый раз мы говорили трудный путь веры Абрама, через который он проходил, чтобы стать верным. Бог назвал Абрама верным не сразу, а пройдя через многие испытания, он только потом сказал, «Ты не просто мух верный, ты не просто верующий, но ты верный». Вы являетесь верными Богу? Или вы только еще пока верующие? Или вы, может быть, как знаете, есть три буквы. Есть ДВР, все, кто ДВР, знаете? Дети верующих родителей. Подавите руку, кто дети верующих родителей. Это благословенное святое потомство. Я серьезно говорю. Мы не выбираем с Нью, где нам родился, но нам посчастливилось родиться в христианских сериях. Есть тут еще другие три буквы. БМВ. Что такое БМВ? Более-менее верующие. Вот кто себя таким считает? Ну, кто ж признается, да? Вот есть люди, которые более-менее верующие. Они еще не верны до конца Бога. Они не готовы еще жить, так как бывает в Священном Писании, но они на пути. Вот и у Абрама был такой путь, трудный путь веры. И он стал верным. Сегодняшняя наша история, да, еще будет несколько проповедей. Просто анонсик делаю. Будет интересная проповедь. Я впервые хочу осмыслить отношения с Сарой и Агарем. Сарой и Агарем. Очень интересная проповедь, особенно для сестер, надеюсь. Ну, для братьев тоже. Потому что там еще был еще один действующий персонаж, самый главный. Как его зовут? Абрам, который был между ними. Вот. И у нас еще, конечно, будет история о кульминации. О кульминации верности Абрама. Готовности принести своего единственного сына Исаака. Сына обетования вверх. Это то, что впереди. А сегодня мы будем говорить об Абраме и Лоте. Ну, больше о Лоте. Итак, мы впервые встречаемся с Лотом в 12 главе, когда Бог призвал Абрама. Написано так. И сказал Господь Абраму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укрою тебе. Я произведу от тебя великий народ, и Бог сказал Абраму, я благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя. Это все обещал Бог Абраму. Я благословлю благословляющих тебя, и благословляющих тебя прокляну, и благословятся в тебе все времена земные. И дальше, о счастье для Лота. Написано, и пошел Абрам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лота. Бог не призвал Лота. Бог призвал Абрама. Бог выбрал Абрама из урыхалдейского среднезыческого мира. Но по какой-то непонятной причине, из множества родственников, Абрам выбрал себе племянника Лота, который он взял с собой. Он мог взять кого-то другого. Но Лот оказался рядом с благословенным Абрамом, которому Бог обещал, что благословятся в тебе все, и ты будешь благословен, и тебя благословляют, и они благословятся. Почему Абрам выбрал Лоту, мы не знаем. Но он взял его с собой, и это было большим благословением для него. Благословение Абрама распространялось на всех живущих рядом с ним. И было, Абрам, читаем мы дальше, очень богат. Абрам, очень богат. С котом, с серебром, с золотом. Абрам был благословен и очень богат. И у Лота, так как он был рядом с Абрамом, вы не поверите, который ходил с Абрамом, так же был мелкий и крупный склоп и шатры. Почему у Лота тоже стал богатым? Потому что он был рядом с благословенным Абрамом. Бог благословлял Абрама, и что-то стекало и капало на Лота, который был рядом. Слушайте, братья и сестры, есть один очень важный принцип в начале пробки, хотя сегодня не было не об этом. Я хочу вам задать вопрос. Были ли в вашей жизни, или есть в вашей жизни люди благословенные? Богом. Это не всегда может быть пастор Цепь, это может быть простой и довольно верующий. И не всегда богатый, даже материальный. Но человек, которого вы знаете, Бог благословляет. Послушайте, я вам хочу дать пожелание, и себе его говорят в первую очередь. Держитесь рядом с благословенными людьми. Поближе к ним. Потому что Бог разговаривает с ними. Интересно, Бог разговаривал с Абрамом? Я насчитал четыре раза, когда Бог разговаривал лично с Абрамом. И ни разу с Лотом не разговаривал. Ни разу он не разговаривал с Лотом. Но Лот, находясь рядом, получал это благословение. Ищите людей, и не теряйте с ними отношения, особенно с теми, кто особенно благослов warten. Почему Бог разговаривает с тем или иным человеком? Почему Он кого-то выбирает? Почему Он кого-то благословляет? И материально, и духовно, и физично. И мы не знаем. Но у Бога есть свои правила, свои принципы. Если вы увидели какого-то благословенного человека, и он в вашей жизни, и если вам посчастливилось, что он вас берет с собой, радуйтесь! Серьезно говорю, радуйтесь, потому что через это придет благословение вашей жизни. Пусть Господь нас благословит быть мудрыми. И, к сожалению, произошла проблема между, даже не между Лотом и Абрамом, удивительно. Смотрите, как написано. «Был спор между пастухами скота Абрама и между пастухами скота Лотова. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». Братья и сестры, послушайте, я удивляюсь. Вообще, во-первых, Абрам и Лот названы праведниками. Абрам и Лот названы праведниками. А пастухи, они кто? Праведные люди? Откуда приходят пастухи, которые начинают править и концертать что-то на ухо? Гоните этих пастухов подальше. Я серьезно говорю. Что происходит? Пастухи, пастухи, недуховные люди, неправедники, начинают между собой спорить, потому что им вдруг показалось, вы не поверите, что земля очень маленькая. Оказывается, Пастух отдал очень маленькую землю, что стада, Абрам и Лот, ну негде было развернуться. Послушайте, да, смешно звучит, да? Смешно их звучит? Послушайте, когда появляются споры, зависть, сварливость, то там у него строится... Вот давайте прочитаем, есть замечательное место в Библии. Послушайте внимательно. Иакова 3 глава. Мудр ли и разумен ли кто из вас? То есть я считаю умным или разумным. Есть такие среди нас? Докажи это на самом деле. Они есть, я радуюсь. Я радуюсь. Саша, докажи это на самом деле. Добрым поведением с мудрой кротостью. Где-нибудь посмотрел на Сашу? Говорит, ну, вроде нормально пока, да? Доброе поведение, да? Мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не сходяще свыше, но земная, душевная, бесовская. И во мне, братья и сестры, зависть и сварливость. Там не устройство и все хрутое. Но мудрость, родящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелецемерна. Плохо правды, правильности, я в струбочках написал. Правильности. Авраам и Род названы правильными. И мы, надеюсь, тоже с вами правильными. В мире сеется у тех, у кого? Кто хранит мир? Давайте скажем вместе, кто хранит мир. Три-четыре. Кто хранит мир? Кто хранит мир? Нам иногда хочется сказать, поспорить, позавидовать, сварливость, появляется. Недовольство, раздражение. Храните, братья и сестры, мир. И в этом проявится ваша мудрость от Господа, сходящая свыше. Итак, смотрите, важные уроки в начале темы нашей проповеди. Я уже сказал, не дайте каким-то пастухам, посторонним людям разрухать ваши отношения. Будьте внимательны к людям, которые вокруг вас. Если у вас есть с кем-то отношения, берегите дрожжетими. Не слушайте советников, которые не всегда являются посланниками от Бога. Есть советники, которые разрушат ваши отношения, которые лишат вас благословения. И кто-то ведь накапал лоту и сказал им, ух, тебе надо делать ноги и уходить, потому что ты молодой, энергичный, а раму для пожилой. Давай мы свой бизнес откроем. Кто-то ведь ему это сказал на ухо, и, к сожалению, лот повелся. И в этом его была трагическая жизнь, трагический вывод, который он совершил, который уничтожил все благословение и уничтожил его семью. Не дайте завистью, сваривостью, и спорим поселиться вашим сердцем. Потому что мир дороже всего. Второе. Дорожите отношения с Божьей людьми. Это я уже тоже сказал. Есть замечательный псалом, мне ему очень нравится. Как раз про отношения. Про братские, я добавлю, сестринские отношения. Как хорошо и приятно. Еще раз. Как хорошо и приятно. Жизнь. Жизнь. Братья. Братья. Ну я добавлю. Братья, можно добавить, нет? Да. И сестрам вместе. Это как драгоценная идея на голове, стекающая на городу, городу Арону. И вот эта фраза мне очень нравится. Последняя. Ибо там, ибо там, ибо там заповедал Господь. Что заповедал? Благословение и жизнь на вечность. Там, в отношениях братских, сердечных, любопименных, Бог заповедал благословение для нас и жизнь. Дорожите этим, братья и сестры. Это очень ценно. Как говорят, имей сто рублей, а имей сто друзей. А если среди этих ста друзей у тебя будут еще и правильные друзья, это особое благословение. Согласитесь, скажите, это очень ценно. Берегите отношения. Развивайте отношения со всеми. И особенно с людьми, которых ведет Господь и вы об этом знаете. Или являйтесь свидетелем этого. Великодушие Абрама, когда пастухи поругались, сказал Абраму ноту. Да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими, и пастухами твоими, ибо мы родственники. Слушайте, я, кстати, просто вскоре скажу. Ведь если мы являемся родственниками, или это является каким-то аргументом для лучших отношений, кто-то говорит, да мне наплевать. У меня некоторые говорят, друзья не родственники, а лучше родственников. Это неправильная позиция. Нет, такое бывает. И очень часто бывает. Но если у тебя есть родственные отношения с кем-то, это не только твои привилегии быть родственником кому-то, но это еще твои обязанности. Заботиться, делать и думать что-то про родственников. Или нет? Братья и сестры, а если вы хуже, чем вам? Или не надо о нем думать? Моя хата с краями ничего не знают. Ну, подумайте об этом. И сказал Абраму ноту. Ибо мы родственники, не вся земля передовой, а делись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. Абрам предлагает ноту первому сделать выбор. И это был ключевой момент в жизни праведного нота, который определил всю его дальнейшую судьбу. Как должен был поступить праведный лот, когда Абраму предложил пойти налево или направо? Как вы думаете? Другой вопрос задам вам. Как вы поступаете перед выбором судьбоносного решения? Вот если бы у вас появляется или налево пойти, или направо, что бы вы сделали на месте лота? Чего бы вы начали? А? Вот. Тихим голосом один брат по Христе сказал. Здравую мысль. Все начинается с мечты и молитвы. Мудрые люди, когда стоят на перекрестке жизни, не торопятся языком своим сказать, я налево или направо. А мудрые люди говорят, дайте мне время помолиться и поискать ответ от Господа. Это может быть пост и молитва. Это может быть даже длительный период времени. Знаете, дорогие братья и сестры, будьте мудрыми. Говорю это сестрам, в первую очередь, потому что узнаем уже несколько историй, когда брат только хотел подойти к сестре, он еще даже рот не открыл. А она ему сказала, пошел вон. Ну я друговато говорю. Позовите, дорогие сестры. А кто тебе? Кто тебя зацепляет? Не мудрый ли сказать так, дорогой брат? Мне так приятно, что ты окажешь мне знать и внимание. Я еще не знаю точно ответ от Господа. Давай мы об этом помолимся, попастимся, я поищу. Хотя бы ты сама ищи у Господа ответ. Не торопись языком своим. Хотя бы скажи спасибо, что мне букет цветов купил. Один из них, мой хороший друг, я говорю, ну как букет-то? Он говорит, я его выбросил. Я даже ей его не показал. Я говорю, ну ты даешь. Я говорю, ну хоть бы подарил. Не знаю, говорит, я не успел. Я не успел ей подарить. Послушайте, братья и сестры, когда вы стоите на перекрестке жизни, будьте мудрыми, ищите лица Господи. В чем была ошибка Лоба? Он молился? Он постился? Он искал, правда, или нет? Нет! Нет, он не искал, потому что ему показалось, что он самый умный. Ему показалось, что он сам разберется во всех своих жизненных вопросах. Смотрите, Лоб, я уж не говорю про то, что он мог сказать Абрамову. Ну, ты постарше меня, дядя, пожалуйста, помолись за меня. Ты мне определи, где жить. Наверное, это было бы тоже мудро. Правильно? Если он сказал, я не знаю, я племянник, я моложе. Вот как ты мне определишь, так и будет. Но правильный ответ кто-то сказал из вас. Правильный ответ был не уходить от Абрамов. Это был самый мудрый и правильный поступок. Когда Абрамов ему предложил, он должен был сказать. Дорогой дядечка, для меня ценно, что мы с тобой рядом. Прости меня за наших пастухов, может, еще что-то. Я верю, что земли хватит для всех и для наших стадов. И самое главное, для наших сердец хватит, чтобы мы любили друг друга и поддержали. Правильно или нет? Но Лот поступил не так. Лот подвел очи своих, посмотрел налево, направо и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь в Саду Магомору, вся до сих пор орошалась водою и была как сам Господень, как земля египетская. И избрал... Кто избрал? Лот. Себе всю окрестность Иорданскую. И двинулся Лот по стопу. И... Отделились они друг от друга. Это была, еще раз, ключевая, трагическая ошибка выбора правильного Лота. Потому что он посмотрел глазами, какую землю выбрал. Нехорошую. А самую лучшую. Он не хорошую выбрал, а он лучшую. Потому что как сам Господень. И он подумал, вот тут мой бизнес расцветет. Вот тут мои овенечки будут жировать. Потому что, ну, поля прекрасная. И он увидел два города. Саду Магомору. Это уже были современные города. Я не знаю, знали ли они что-то о жителях этого города. Скорее всего, знали. Ну, потому что это все рядом. И, скорее всего, жители города уже были развращены. Когда Лот делал выбор. Ну, о чем подумал Лот? Они все ли равно, где жили? Я же праведный. Господь же меня сохранил. Вы сейчас как вы думаете? Стоит думать о том, где нам жить? Какая разница, где жить? Ну, какая разница? Или есть все эти разницы? Я думаю, есть большая разница. И любые ключевые решения надо очень молитвенно и думчиво, как я бы сказал, принимать. Праведный Лот не искал воли в Боге. Он сам посмотрел, сам увидел, сам выбрал, сам объявился. И это была его ключевая ошибка. Лоту надо было бы оставаться с праведным Авраамом. И тогда он и его потомство, я уверен, были бы благословенными. И сегодня мы бы читали много хороших про потомков Лота. Но, увы, сегодня мы про них этого не читаем. Потому что он, как отец, как праведник, к сожалению, сделал трагический поверок судьбы в жизни, который привел его к несчастью. Написал, Авраам стал жить на земле Хванаанской в палатках. Как вы думаете, в палатках, в палатках, сестры дорогие, хозяйки, удобно жить? Всю жизнь в палатках. Согласитесь, какая семья не мечтает и не капает кухню мозги? Когда мы купим свое келье? Ну, когда мы... Нет, это нормальное желание. Вроде бы, да? Ну надо, ну сколько можно? Ну, Авраам выбирает, после всех вот этих трудных испытаний, которые он прошел, как я сказал, это уже была история после Египта, он выбирает Хананскую землю, шатры. А Лот стал жить в городах и окрестностях и раскинул шатры свои до Содома. И здесь есть очень важный следующий стиль. Жители же содомские были... Какими? Злыми! И весьма грешны пред Господом. И об этом знал Лот. Они были злыми, они были весьма грешными, но Лот... Я не знаю, о чем подумал Лот. Наверное, он подумал, ну я-то праведник. Ну, моя-то семья будет под Богом благословением, да? Под защитой. К нам же не прикоснется никакое зло. Правильно или нет? Ну мы-то мудрые! Ну мы-то знаем, как Бог... Какому Господу поклоняться и какому служить. Я не знаю, о чем он думал. Об этом не написано в Библии. Но он избрал зону риска. Он избрал место проживания близко к людям злым и грешным. Братья и сестры, если особенное пожелание всем нам, особенно молодежи, ну всем нам, не ходите в зоне риска. Не ходите по краю пропасти. Не ходите там, где злые и грешные люди. Не думайте, что вы сильнее и праведнее. Не думайте, что вы сможете устоять. Как мы прочитали в первом салоне, Божен муж, который не ходит. Куда? На Советы Честивых. И не сидит где? В собрании разводителей. И не стоит на пути грешных. Но в законе Господа воли его, и в законе его разрушает он день и ночь. Блажен этот человек, который не ходит, не сидит и не стоит, но ищет воли в гости. Дай нам Господь мудрости. И муж, веря Абрам, помнит о своем племяннике. Я уверен, что на нем продолжает молиться. Потому что, как только случилась беда с лотом, он услышал неприятные известия о лоте. Прибежал один из его слуг и сказал, Абрам, племянника твоего, всех его родственников, все его имущество захватили в плен. Была война. Цари объединились, воевали с царями садомскими и гаморскими. Они их победили. И написано, Победители взяли все имущество Садома и Гаморы и весь запас их и ушли. И взяли лота племянника Абрама где все его в Садоме и имущество его и ушли. У Абрама могла закрасить обиды на племянника? Или нет? Не, наверное, у обычного человека, наверное, слушай, ты меня кинул, ты ушел от меня, ну и живи как хочешь. Это твоя проблема. Ты попал в плен, решай проблему сам. Но у него не было обид, потому что Абрам был мужем веры, он был верным, он был праведником, он был богским человеком. И у него не было какого-то злорадства, не было ненависти к лоту. И смотрите, какая реакция Абрама, у меня поражает. Что делают настоящие мужем веры? Абрам, услышав, что Сеоник его взял в плен, подумал, напишу-ка я письмо в Организациях Объединенных Наций. Я объявлю им санкции, да? Нет? Вооружил рабов своих, рожденных в Доме Его. Мне так нравится это. 318! 318! 318 рабов! Вооружил! И преследовал неприятеля Дадана, и, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их вдоховы, и возвратил свое имущество, и лотос родника своего имущества его возвратил, также и женщин, и народ. Это удивительные победы, которые совершил Абрам и 318, так сказать, спартанцев. Рабов, обычных вояг, я не знаю, они вообще умели оружием тут пользоваться, кто смотри, и мёдлыми, вы понимаете? Он собирает этот отряд, и говорит, мы пойдем спасать кого? Родственника! От чего? От плена! А там сколько? А там пять царей, там их объединенной армии, там, понимаете, там тебе не обо что. И они просто веруют, идут за этот бой. Что ими ближе? Мне очень нравится, вам даетесь, классный стих для нас, со мной были победителями. Есть ли Бог? За нас! За нас! Кто против нас? Кто против нас? Если Бог за нас? Ну как? Если Бог за тебя, а просто кричит в том, за тебя ли Господь? На Бурхе ли ты в стороне? Если Бог за тебя, и его ангелы. Послушайте, сами в 318 человек вы можете разбить армию пяти царей. Ну, может быть, не легко, но веруют, доверяясь Богу. Это удивительная победа. Когда он возвращался, Абрам, царь Садовский вышел ему навстречу, и Милхиседек царь Садовский вынес хлеб и вино. Но он был священник Бога Всевышнего, Милхиседек. И Милхиседек благословил его Абраму и сказал, благословен Абрам от Бога Всевышнего, владелки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Абрам дал ему десятую часть из всего. Выходит царь Садовский, Милхиседек, написано, что он был священник Бога Всевышнего, и он благословляет Абрама. И Абрам, не долго думая, дает десятую часть из добычи, как повертывание. И слава Богу, что он это сделал. Тут же подходит другой царь, и сказал царь Садовский Абраму, отдай мне людей, а имение возьми себе. И вроде бы это справедливо. Ты же победитель. Вот людей мне отдай, а вот все, и мучь, золото, серебро. Помните, еще так было просто в жизни Абрама, слушайте предыдущую проповедь, как он обгодился в Египте. Но тут он уже верный Господу человек. Но Абрам сказал царю Садовскому, поднимай руку мою Господу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Абрама. Говорит, ни нитки, ни ремня. Абрам был верующим человеком. И он слышал Боге обещание. Что ему Бог обещал про землю Ханамскую? Он ему обещал, что вся эта земля будет твоя и твоему потомству. Не только Садом и Гомой, где сейчас в Мертвом море, да? Вся земля будет. Поэтому он говорит, я не возьму ни нитки, ни ремня, чтобы ты потом не сказал, я обогатил Абрама, он поэтому такой богатый, что тогда я ему дал имущество, и он на этом поднялся. Слава Богу за такую верность и веру Абраму. Абрам прошел уже трудный путь веры, как я бы сказал, через Египет, когда жена ему отказалась в горении у фараона. Я об этом проповедовал. Это ужасная история. И он прошел через это, когда он пытался сам хитрить, обманывать, юлить. Это был трудный путь веры Абрама, но он теперь уже другой Абрам. И тут он одному священнику дает десятину, а другого не берет ничего. Что двигало Абрама по отношению к лоту в этой экстремальной ситуации? Что им двигало, когда он пошел спасать лоту? Как вы думаете, что? Что двигало Абрама по таким чувствам, по отношению к лоту? Любовь. Как это не просто прозвучит, или сложно прозвучит, и двигало любовь. Братья и сестры, любовь готова на безумные поступки. Экстремальные поступки. Он любил своего племянника. И он хотел его спасти. И он его спас. Абрам рисковал? Рисковал Абрам, когда он пошел походу? 318 против? Как вы думаете, он жизнью рисковал? Да, он реально рисковал жизнью. Но, и Бог им плановил, если так сказать, потому что еще Исаака не был на сведниках. Но он сам пошел. Он не стал прятаться в обозье. Он не стал и штатами военными действиями. Он сам пошел вместе с ними воевать. И он освободил лота. И всю эту ситуацию Бог допустил для кого? Для лота. Всю эту ситуацию с пленом, с тем, что Абрам его спасает. Бог допустил в первую очередь для кого? Для лота. Чтобы вернуть его из этого грешного Солома. А как вы думаете, после всей победы, куда пошел он дальше жить? Удивительно, да? Куда пошел он дальше жить? Вы думаете, он подошел к Абраму и сказал, «Дорогой, ради Христа, прости меня грешно. Давай ему как-то вместе. Ты благословенный, я вижу, Бог с тобой. Бог за тебя! Давай ему как-то… Нет! Он снова разворачивается. И, внимание, он выпускает еще одну возможность спасти себя и свою семью. Бог дал ему уникальный шанс в такой раз, в такую попытку сделать правильный вывод и вернуться к благословенному мужу веры, Абраму. Но лот этого не сделал. Потому что ему опять показалось, что он умнее всех. Я не знаю, о чем он подумал, но он снова вернулся в Солом. Удивительно. Бог не сразу называет Абрама верным, как я сказал. Знаете, вот к этому времени Абрам уже прошел серьезный путь в отношении с Богом. Во-первых, он отделился из Ура Халдейского. Он ушел из той страны, из той местности, от того народа языческого, где он жил. Во-вторых, он вышел из Египта. Да, может быть, не совсем как бы сам. Его там почти выгнали. Но он вышел из Египта после всей этой истории с фараоном, с тем, что его жена оказалась в этом горе. В-третьих, он отказался от Халдонских подарков. И это все шаги вверх. Забейте, он везде отделяется. Он делает выбор. Абрам верит, что ему придут отражать вся земля, а не только уничтожить их подачки. И выбор Абрама... Какой сделал выбор Абрама? Очень странный выбор. Я лучше буду жить на обочине этого мира, в палатке, в шатре, но с Богом. Нежели жить в крутом, современном, мирском, продвинутом городе, Садоме и Гаворе. И что делал Абрама? Он строил вверх. Мы читаем об этом в прошлый раз. Он поклонялся Богу. Он жил в палатках. Он всю свою жизнь ждал и искал города, которого ему Бог обещал строитель и художник, который он сам Бог. Ну так и не нашел. Но его жизнь была благословенная. В палатке он был счастлив. В палатке он был благословен. В палатке он имел все эти потом обетования, которые пришли через него, через Исаака. И когда-то ему Бог сказал, никто не сможет сосчитать твоих потомков. Как звезды, как песок на берегу моря. И налет гофи, избранный Богом налет еврейский. И еще даже больше того написано, все мы, дети Абрама, мы... Абрам для нас отец нашей веры. Сколько сегодня портунков у Абрама, благословенного Абрама, потому что он однажды отделился. Он шел этим путем отделения от мирского, потому что он будет не там, где удобно, комфортно и уютно, а там, где будет с ним Господь. Он боялся потерять эти отношения с Господом. И в кульминации есть стих, когда он отделился от собственного Я. Это произошло не сразу у Абрама. Но у него есть такой диалог, когда Абрам сказал в ответ, вот я решился говорить тебе, владыка, я прах и пепел. Наступает вот эта точка, это очень важная точка в жизни каждого человека. У вас был ли такой момент, когда вы можете сказать, Господь, вот теперь я смирился при тобой. Я прах и пепел. Я ничего не могу без тебя. Я, да, я имею образование, я умный, я здоровый, мне кажется, что я успешный, я умею говорить, я умею делать, но я не хочу ничего без тебя делать. Я хочу жить с тобой. И моя судьба, и моя жизнь в своих руках. Послушайте, это очень важная точка отделения от самого, от своего эго, от самого себя. Абрам нашел к этой точке, слава Богу, что ли это было. И верность Богу – это отделение, отделение от греховного и мирского. И Бог называет нас святыми. Святой – это значит отделенный. Если ты хочешь быть святым, праведным человеком, ты должен быть отделенным от этого мира, от его удовольствия, от его принципов, от его правил жизни. Иначе, не хочу быть Богом и пророком, ты погибнешь. В этом мире не думай, что ты выигрыш, не думай, что ты умнее, что ты праведнее, что ты святее, что находясь в этом холдоме или в Гаморе, среди разратного мирского людо, ты будешь ходить, и это никак не будет влиять на тебя. На тебя, может быть, ты и выживешь. Свою праведность, конечно, может быть. А как с твоими детьми? А как с твоей женой? А где гарантия, что они не попадут в этот ум и не затянет их это греховное болото? Выбор лота. Посмотрел – выбор. И, знаете, все мы делаем выбор. Как я уже сказал, Абрам и Лот, они были праведниками. И вот в церкви вроде все спасенные, все праведные. Но есть интересное размышление по статьям к римлянам. Как-нибудь я все-таки доберусь за эту проповедь. Она сложная тема от духовных и от лотских. Сложная, да? Когда говорят, «Ты почему меня не называешь духовным?» Это же обидно, когда говорят, «Вы плотские». Или наоборот. Послушайте, но Библия говорит о том, что есть плотские праведники, и есть духовные праведники, есть люди, которые и те, и другие спасены, и те, и другие в церкви. Но одни живут по плоти, и другие по духу. И вот в этой истории с Абрамом и Лотом, это очень, мне кажется, такой яркий пример. Одни говорят праведники, «Побегу и возьму». А другие праведники говорят, «Жив Господь». Не возьми. Интересно, да? Совершенно два разных подхода, два разных направлений. Один праведник говорит, «Абрам, мы будем жить в шатрах как можно дальше от берегшего садового». А другой праведник наоборот говорит, «Надо как-то устраиваться в этой жизни, надо ловить момент, надо выбирать лучшие земли Содома, надо жить в этом мире, влиять на садовлял, надо проповедовать в Евангелие». И вроде бы идут за другой прав. Есть знаменитая история о том, как царица выбирала себе куча. Я много раз рассказывал. Ну, пришло там несколько соискателей, три, осталось три претендента. Один. Надо, говорит, там, обрыв, дорога такая горная. Она стоит и смотрит. «Я сейчас из трех выберу одну. Один такой, первый, едет, у него там колесо, вот его третят, идет по самым краям, вот так вот, а он прям ведет эту лошадь, поглядя, не по навигатору, все, он четко все». И такой думает, «Доехал?» «Ес!» Второй, второй едет, он говорит, ну, ему надо как-то произойти, он едет, у него колесо тут одно, а второй висит над пропастью, представляете себе, и он на одном колесе едет, и такой доехал, а тот говорит, «Ес!» Он думает, «Ну, я на этом обставил, меня выберут на работу». А третий, как можно дальше, едет тихо, медленно, поближе к скале, далеко от края, проехал спокойно, остановился. Как вы думаете, кого выбрал на царице? Того, кто подальше от края едет. Почему? Потому что в этом ее собственная безопасность. Братья и сестры, это такой пример, он, ну, житейский, я часто о нем вспоминаю. Если у тебя есть возможность рисковать и идти по краю этой греховной жизни, стоит ли рисковать, или может быть, надо подальше, поближе к центру, поближе к Христу, подальше от этого греховного края, чтобы, не дай Бог, не попал в гамешек под твоим колесом, не рвнул ты в эту пропасть. Кто думает, что он стоит? Что написано дальше? Что помню? Берегись, чтобы не упасть. Как только ты подумал, наконец-то я стою, я праведник. Берегись, чтобы не упасть. Противник ваш, дьявол, он ходит, как рыб, ищет кого поглотить. Не дай Бог, чтоб с нами это произошло, или с нами, или с нашими убийствами. Раскинул лот шатрии около Содома. Конечно, мы имеем свободу выбору. Да, ну, кстати, интересно, он сделал выбор. Знаете, есть одна очень интересная мысль, я о ней сегодня думал, когда готовился, молился. Мы имеем право выбора только в момент сеяния. А во время жатвы у нас выбора нет. Мы во время жатвы мы пожинаем то, что мы посеем. Еще раз, вы поняли, Евгений? Когда ты выбираешь, что сеять, или не сеять, это твой выбор. У тебя есть возможность пойти направо или налево, посадить картошку или кукурузу. Но как только ты что-то посеял и сделал выбор, дальше ты будешь пожинать плоды. Может быть, я даже этого не умею, что плоды обязательно придут в свою жизнь. И это уже будет не твой выбор, не твое решение. И от тебя уже ничего не будет зависеть. Поэтому так важно делать правильный выбор. Жатва – это неотвратимые средства нашего выбора. Какой путь выбрать? Путь Абрама или путь Лотова? Жить верно или жить без себя? Это в нашей власти. Но последствия нашего выбора от нас не зависят. Поэтому всегда нужно время, чтобы видеть плоды жизни. Вот как узнать человека? Правильно он выбор делал? Когда он только сделал, мы их не знаем, да? Вот все идут в зарпись, радостные, счастливые, довольные. Правильно я говорю? Проходит несколько месяцев, и у него только у него плод появляется. Правильно я говорю? А еще лучше посмотреть на каком-то отрезке времени. Смотрите, как написано. Братья и сестры, это для нас будет пожелание. Берегитесь лжепророков. Вот как узнать, человек пророк или лжепророк? Которые приходят к вам? Как они приходят? В овечье, овечье. А внутри суть волки хищные. Вот как разглядеть волк, он или овечье? По плодам их узнаете их. По плодам их узнаете их. Еще раз. По плодам их узнаете их. Ты не можешь вынести приговор, ты волк. Кто я? Собирает из стеновника виноград или стрепейника смоквы? Нет, конечно. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. Не всякие, говорящие мне. Господи! Господи! Войдет Царство Небесное. Но кто? Исполняющий волю самого Небесного. Это плоды. Это не сразу можно быть виден. Не торопитесь. Не торопитесь ни про себя, ни про других выносить какие-то приговоры. Вообще о спасении человеку лучше не говорите. Никогда не говорите, этот вам пойдет, этот вы. Откуда вы знаете, кто куда пойдет? Это в точности не наш выбор. Иисус Христос хочет, чтобы все люди спаслись. Но это его привилегия. Он может в последнюю секунду даже покаяться. А вы его уже вас послали. Загадан. Будьте мудрыми. Не судите никого. Но все равно по плодам мы можем смотреть. Какие плоды в жизни у человека. Какие плоды в его жизни. Поэтому когда, например, рукоположение на пастора или на дьяка, на священника. Какие там высокие требования в бигме. Заметили? Там же не так. Ну пришел человек из мира. Хорошо. Полгода походи. Давай такой пастор. Нет. Подожди. Хорошо управляющий домом. А это можно за месяц увидеть? Нет. Надо посмотреть. Пусть он сначала родит детей. Воспитает. Мы внимательно будем наблюдать. То есть это все процессы такие небыстрые и достаточно сложные. Потому что по плодам знаете их. Если ты дома ведешь христианскую, благочестивую, праведную жизнь. И твои дети освящаются тобою, твоей молитвой. Наверное, есть шанс, что их цель для тебя будет пользу. Правильно? А если ты ведешь хмельскую жизнь дома и иногда выходишь красиво на кафедру и тут… Ес! Проповедуешь и речи толкаешь. Зачем нам такой пастор? Который не может справиться со своими домашними. Который не живет праведной святой жизни. Будьте мудрыми, будьте внимательными. Началось опасное служение, дорежение Лот из Содома. Он сначала поселился рядом. Смотрите, как было. Я уже сказал, Абрам стал жить на земле Хананской. Лот стал жить в городах и окрестнице Содома. Жители же Содомские были злые и весьма грешные перед Господомом. Казалось бы, вроде нельзя считать все выбор. Лот был греховым. Он поселился около Содома. Ну, в этом же нет никакого грехового. А что мы говорим рядом с Москвой? В этом же нет греха? Или есть? А? Ну, не рядом с самим, а рядом с Москвой. Ну да, мы выбрали, мы здесь живем. Броней греха нету. Но, знаете, все-таки выбор, как я уже сказал, был. Наверное, хороший с точки зрения режимного его семьи. Но не лучше. Есть хорошая поговорка. Я часто вспоминаю. Хорошая – враг лучшего. Иногда мы делаем хороший выбор. Пошли на работу дворником. И потеряли возможность стать директором. Потому что мы уже заняты. Мы дворник. У нас хорошая работа. Да. Высокооплаченная. Поэтому хороший враг лучшего. Авраам, как праведник в Боге, он выбрал лучший выбор. Он жил в Садрах. Он жил далеко от Садома. А Лут сделал, наверное, выбор между хорошим и плохим. Ему казалось, что Садом не так уж и плох. Но, знаете, как в Библии написано? Не обманывайтесь, братья и сестры. Худые сообщества что делают? Худые сообщества развращают добрые нравы. С кем ты поведешься, того и не берешься. Если ты будешь дружить в компании с грешниками. С теми, кто курит, пьет, употребляет наркотики. Занимается какими-то грехами сексуального характера. Большая вероятность. Очень большая вероятность, что ты будешь повторять их путь. Это станет шикофон. И наоборот, если ты будешь в собрании святых. К молодежи будешь тянуться христианской. К Богу. И тебя будут окружать правильные люди. Благословенные, как я сказал, правильные люди. Скорее всего, большая вероятность, что ты будешь тянуться к Господу. Они тебе будут помогать. Авраам выбрал другой курс жизни. Жить как можно дальше от грехских ценностей. Лот написано. Какой-нибудь Лот мучился в правильной душе своей? Мучился. Написано в Библии, что он мучился. Он каждый день мучился в правильной душе своей. глядя на грехи Содома. Но что он сделал? Он ушел из Содома? Нет. Он мучился каждый день. И, наверное, было бы разумно взять вещи и сказать. Мы уедем в другую страну. Я не знаю. В другую область. Мы вернемся к Аврааму. Но он этого не сделал. И в этом была его трагическая ошибка выбора. В этом была его трагическая судьба. Что он этого не сделал. И, кажется, по-мельски Лот достиг успеха в Содоме. Достиг или нет? Ну, написано, что когда ангелы пришли к Содому, Лот где сидел? Он в шатре около Содома их встретил или где? Нет! Лот, написано, сидел около воров. А кто сидел около воров в те времена? Старейшины, судьи. Поговаривали, что Лот даже был мэром города. Но об этом не написано. То есть, он имел владение. И когда ангелы пришли, он их куда позвал? В палатку ночевать или куда? Кто помнит? В дом! Оказывается, он где дом построил в Содоме. Это хорошо или плохо? Хорошо. Прекрасно. Конечно, хорошо. Какой-то палатку я буду видеть около Содома, как Авраам. Там где-то живет в своих шатрах. Нет, у меня трехэтажный особняк. У меня, вообще-то, для гостей есть комнаты, куда я могу даже ангелов позвать переночевать. И, казалось бы, он уважаемый. У него есть финансы, у него есть положение. Но разница в том, что вы не заметили? Может, и он сам сразу заметил, как он жил сначала около Содома, а потом оказался где? В Содоме. В Содоме. И незаметно это произошло, но он стал жителем, и не просто жителем, а влиятельным жителем Содома, определяющим судьбу этих людей. Да, он сам не грехил. Написано, что он мучился в праведной своей духе. Да, он сам не грехил. Но есть иногда молчаливое, знаете, согласие, когда ты просто молчишь. Правильно? Ты, как судья или мэр, не важно, какая у тебя оппозиция, стареет. Почему ты молчишь, когда другие делают грех? Почему ты не набираешься смелости сказать, как говорит Господь? Это неправильно. Мы все погибнем. Лот об этом не говорит. Сейчас вы увидите, почему. Потому что есть прямо доказательства библи. Давайте почитаем эту историю до конца. И сказал Господь, да, прежде чем прийти к Лоту, я уже сказал, что у Бога особо ответится Брама. И ангелы приходят сначала к Браму. По пути в Содом и Гамора они приходят к Браму. И как бы не то, чтобы посоветоваться, а сказать Абраму, слушай, Абрам, мы хотим тебе сказать. Два города, города Содом и Гамора будут уничтожены под огнем. И что взыграло в сердце Абрама? Какое чувство вообще не стало? А там же мой родственник. А там же Лот. А там же, как же они? А как же мои родственники? И смотрите, Абрам начинает такой интересный диалог с Богом или с ангелами. И сказал Господь, вопль Содомский и Гаморевский велик он, и грехов тяжел он, весьма сайду и посмотрю, точно ли они поступают так. То есть пришли ангелы посмотреть, точно ли они поступают так. Каков вопль на них восходящий ко мне или нет? Ну знаю. И подошел Абрам и сказал, послушай, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Хороший вопрос задает, да? Ну, да, Юнаши говорит, может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место всего ради 50 праведников в нем? Господь сказал, вы не поверите, Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Я вот думаю о нашем городе. Сколько праведников в нашем городе? Где этот минимум, да? Ну, вот здесь у нас 50 человек. Оказывается, что ради праведников Бог может менять решение об уничтожении целых родов и кого-то милости спасает. Но, наверное, Абрам думал, почему он говорил о 50? Как вы думаете, почему? Он посчитал, если есть лот, если у него там есть какой-то дочерей, они вышли замуж, у них сможет быть в родились внуки. Да? На кого-то ведь лот, наверное, мало группы проводили. Вот он начнут гений проводил. Как-то влиял на соседей. Ну, Джек – это 50 человек, наверное, приедет у города. А? В Содоме главное, а Абраму рефериал. Правильно? Ну, 50 человек. Ну, что? И тут Абрам, не знаю, то ли он в духе почувствовал, что надо бы еще как-то понизить ставки. Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Да, я сказал, Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Абрам сказал в ответ, он опускается, опускается. Может быть, до 50 праведников не достанет пяти? Может, там и сорок пять? Господь говорит, ладно, иди ради сорока пяти. Владыка, я тебе скажу последний раз. Однажды, может быть, найдется там десять. И Господь сказал, не истреблю ради десяти. Не истреблю ради десяти. Почему Абрам начинает ступаться за эти города? Потому что в этих городах, как я сказал, живет его любимый или нелюбимый, но его родственник, его племянник, Лот. И ради праведного Абрама Бог готов пощадить эти города, если там окажется всего десять праведников. И казалось, что это шанс для Лота и поместной Содомской церкви и ее креал в Гоноре вызвать. Правильно? Десять человек! Лот, ну-ка, давай десятку учредителей церкви. Не знаю, может, поэтому чиновники посмотрели, сегодня, чтобы зарегистрировать поместную церковь, нужна десятка. Я не знаю. У нас церковь, кстати, тоже есть десятка. Вот десять человек, ты можешь регистрируй церкви по закону Российской Федерации? Наверное, в Библии мы читали, да? Это минимум. Если есть десять праведников, наверное, можно разрешить им собираться. Интересно. Лот, у тебя уникальный шанс. Покажи результат плоды своего многолетнего служения в городе Содоме и Гаморе. Ну, правильно? Ты же праведник. Ты же жил. Ты же влиял. Ты же разговаривал. Ты же свидетельствовал. Ты же молился. Десяточку. Напиши из писти. И все. И беда эта пройдет мимо всех жителей этих двух городов. Увы, проблема в том заключалась, что десяточки не оказалось. В этих двух городах не оказалось даже десяти праведников. И пришли те два ангела в саду вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба ваш, вы ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Ангелы не хотели сначала даже заходить к нему в дом. Я не знаю почему. Перед этим, когда они были у Абрама, они с радостью ночевали у Абрама. Мы об этой истории будем в следующий раз говорить. Когда они с радостью пришли к Абраму в саде и там ночевали. А куда они даже не хотели зайти? Но Лот сильно упрашивал их. И они пошли к нему и пришли в дом его. Но он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, садамляне, от молодого до старого. Весь народ со всех концов города окружили город. Все жители окружили город. Что они хотели? Поприветствующих гостей. Что хотели жители от малого до великого? Вы представляете, рядом стояли старцы, мужики и маленькие подростки. Что они хотели сделать? Внимание! С ангелами божьими. С этими новыми людьми, которые пришли в город. Ужас! Я когда читаю об этом, я прям мурашки потел. И вызвали Лота и говорили ему. «Где люди, пришельшие к тебе на ночь? Выведись к нам, мы познаем их!» Ужас! «Почему Бог решил уничтожить в Виталии Содом и Гаморе?» Некоторые сегодня говорят. «Ну, как-то это не очень милостиво. Ну, это как-то не по-божему. Ведь Бог есть любовь. Ну, почему так же столько-то? Ну, почему же так? А может, Бог забыл бы карты? Вот! За грехи разряда, гомосексуализма, мужеловского!» Некоторые говорят. «Ну, я таким родился! Ничего на меня на планке! Я голубым родился! Это всё неправда!» Врачи, это ложь! Это неправда! В Библии есть восемь прямых мест, которые чётко, внятно, понятно говорят. Что мы с логиками, я только одно прочитаю. Реально восемь. Кстати, гомосексуалисты, что они сделали? Они вычеркнули эти восемь мест и издали свою Библию без этих мест. Серьёзно говорят? Я не шучу. Они говорят, а в нашей Библии этого нет. Ну, если ты вычеркнул что-то из Библии, это не значит, что этого нет у Бога. Правильно? Аминь или нет? Если ты что-то пытаешься, кого-то обмануть, Бога ты не обманешь! Написано, не обманывайтесь! Мы же ложники! Царствие Божие не наследует! Здесь есть, смотрите, дальше следующий стих Он даёт выход для тех, кто находится в этой проблеме и подобное. И такими были некоторые из вас, если ты приходил к Господу, в этом грехе находишься, в каком-то разратном, при этом углубке. Есть у тебя... Что делать теперь? Есть у тебя шансы на спасение? Есть или нет? Как вы думаете? Есть или нет? Кто-то говорит, нет. Я вам скажу, есть! Аллилуйя! Смотрите, написано. И такими были некоторые из вас, но вы омылись, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вы были такими, но вы осветились, омылись, оправдались. И у вас есть шанс на спасение быть нормальным человеком. Скажите, через громкий админ. Я знаю эту тему сложность. Вы не раскрытите еще тех, которые будут вам говорить что-то другое. Поэтому Слово Божие говорит, что это грех, это развращение. За это были мечтоки для Содома и Гамора. Я вам скажу, когда так написано, земля и все дела на ней. Что, смотрите, будет в конце концов? Сгорят! Содом и Гамора, они сгорели! И земля и все дела на ней! Сгорят! И во многом, потому что грех, разврат, вот это уже достигло вот этой чаши Божьего терпения. Меня поражает, что дальше сделал Лог. Они предупреждали, как выведи нам этих двух гостей, мы их познаем. Вроде бы у него мотив-то какой, защитить гостей. Хороший мотив. Вот что вы сделали на месте Лога? Во-первых, удивительно, что ты попадаешь в такую ситуацию, когда тебе надо принимать такие же решения. Если бы ты не жил в Содоме, правильно? А в городе дедушки. Ну, наверное, к твоему дому бы не подошли, бы не сказали бы. Выйди и выведи нам гостей, мы их сейчас познаем. Правильно я рассказываю или нет? Ну, если ты выбрал город разврата, греха, гомосексуализма, мужелорства. Что же ты хочешь, когда тебе гостей приходит? Что же ты ожидаешь услышать от твоих так называемых соседей? Лот вышел к ним ко входу, запер за собой дверь и сказал, «Братья мои, не делайте зла!» Что меня поражает, Лот называет их братьями. «Подожди, они тебе братья?» Ты разделяешь с ними вот этих идей, как брать, а дальше... Меня даже жутко читали. Я вот серьезно говорю. Я вообще не могу даже представить, что такой кто-то может из нормальных родителей предложить. Вот у меня, говорит Лот, две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям с них не делайте ничего, так как они пришли по кровь дома моего. Ужас! Поможешь себе представить? Лот, подожди, ты что, готов пожертвовать честь жизнью своих любимых дочерей ради какого-то мнимого сохранения авторитета перед так называемыми братьями, которые хотят изнасиловать и дочерей так изнасиловать, и твоих гостей познать? Ты что, готов все вот это променять ради... Ужас! Я не знаю. Я когда читаю тюфет, я думаю... Ну, они сказали. Смотрите, читатели телезрители Содома на такое предложение. Они сказали. Ну-ка, пойди сюда. Я представляю. Ну, пойди сюда. И сказали. Ты кто? Ты пришелец и хочешь нас судить? Ты кто вообще в этом городе? Теперь мы хуже поступим с тобой или с ними? И очень приступали к человеку всему, к лоду. И подошли, чтобы выломать дверь. Ужас! Я... Представляете, лод уже все... Выламывая дверь. Правильно, лод сделал выбор. Оказался в Содоме. Оказался заложником своего трагического выбора. Хотят убить его и изнасиловать его близких и родных. На его уже глазах. Ужас! И кто-то после этого говорит. Это был неплохой выбор в Содоме. Среди телезобных людей. И в этот момент приходит защита от Господа. Я лягу и, знаете, тому, что Бог никогда не опаздывает. Меня вообще удивляет. Вот... Ну, все. Я не знаю. Молился ли лод? Правильно. Может, он крикнул. Я думал, он крикнул. Господи! Ну, что ты в этом роде? Я так это представляю. Ну, что ты будешь делать, когда... Все. Ломают дверь. Тогда мужики опростерли руки свои и вели лодок себе в дом. И дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразились слепотой. От малого до большого так, что они изумились, искав выхода. Т.е. Они стали слепыми искать выхода. Где выход? Где выход? Куда идти? Искали за дверь. Все слепы. Бог вступился за правильный лодок. Удивляюсь милости Божьей и Божьим упрощением. Даже когда мы иногда что-то делаем не так, поступаем не совсем правильно. Бог продолжает нас любить и милость. Удивительно. Слава Богу. Аминь. Это просто удивительно. Потому что если бы не было вот этой милости и благодати Боге, мы бы считаем, что никто не выжил. Просто. Но реально мы просто пользуемся вот этой благодатью. Мы живем в этой благодатью, в этой милости, в этом прощении. И вот Бог никогда не опалывает. Я в который раз считаю местность Библии и удивляюсь. А Бог говорит, не подожди, я хочу чтобы ты прочувствовал всю глубину. Вот до самого послед декабря. Когда уже ломали твою дверь, когда ты понимаешь, что ты ничего не можешь, вот тогда я тебе и помогу. И смотрите, ангелы говорят. Сказали мужике Лоту, кто бы у тебя есть еще здесь, зяги, сыновья ли твои, дочери твои. И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места. Ибо мы истребим сие место, потому что великий вопль на жителей его Господу. И Господь послал нас истребить его. Смотрите, ангелы в этом прямом тексте. Всех, кого могут, зягия ли у тебя, дочери, друзья, все жители города, вот всех бери и выводи, потому что этот город будет уничтожен. Казалось бы, уникальный шанс для благодетника Лота выйти вперед и сказать, друзья мои, братья мои, родственники, соседи, выходите из города, город сгорит огнем. Да? Может быть он даже пытался это говорить. Но смотрите, как написано. И вышел Лот и говорил с зятьями своими. А кто его зятья? Ну у него было две дочери не познавшего мужа и были, видимо, еще дочери, которые были замужем. Зятья – это мужья дочерей. Ну как минимум, наверное, две было. Кто-то здесь вам может числить с зятья? Не написано «зять», да? Как минимум две его дочери были замужем. А зачем они были замужем? Кто были мужьями этих? Его. Он был праведливым. Лот. А кто были его зятья? Из какого народа? Из Содомского. Неизвестно. Да, они вроде бы и вышли удачно замуж за место крутых ребят. Может быть детей олигархов. Но это люди из Божьего народа. Послушайте. Какая разница, за кого мне выходить замуж? Разница большая. Потому что ты можешь вместе с ними погибнуть. Как это было в истории слова. Читаем дальше. Вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал – встаньте, выйдите из места сего, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шокер. Ну ты, зальевок, да? Ну ты, отец, ну ты загнул. Слушайте, я не знаю, как проповедовал Лот. Но, видимо, вся его жизнь была настолько неубедительной. Понимаете? Его слово ничего не стоило, что когда он стал говорить серьезные вещи, им показалось, что он шутит. Некоторые из нас так проповедуют Евангелие, что некоторым нашим знакомым, друзьям, родственникам кажется, что мы шутим. Или не шутим. Как мы проповедуем Евангелие? Насколько мы серьезно говорим о серьезных вещах? Лот. Шутки закончились. Твои зятья, твои дочери, тебя не слышат. Они тебе не верят. Твоя жизнь убедила их, что ты правильник. Твои слова пустой смог до потолка. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих. Ну, хотя бы тех, которые не замужем, они по твоим влияниям. Которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он мерил? Вот мерил. Он мерил, наверное, жена его мерил. Подожди, мне надо два чемодана запаковать и футболку еще погладить. Подожди, сейчас я соберу штормозочек нам на дорогу. Два пентерброда, скобаска и сыром поеду. Я не знаю. Ну, и как он мерил, то мужитие по милости к нему Господне. Мне нравится этот стиль. Мужитие по милости к нему Господне, Лот оставался праведным. И по милости Божьей, что сделали эти ангелы? Взяли за руку его. Реально, взяли его за руку. За руку взяли жену его. И двух дочерей его взяли за руки. Вы можете себе представить? Взяли за руки и буквально силой вывели их за город. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, один из ангелов сказал, спасай душу свою. Мне нравится эта фраза. Спасай душу свою. А как же материальные блага? А как же счет в банке? Я не успел теперь в банке. А одну речь говорит, что как? Нет? Спасай душу свою. Не оглядывайся назад. И нигде не останавливайся в окрестность детей. Спасай синагом, чтобы тебе не погибнуть. И лот говорит. Представляете, я в картину? Ангелы выводят их за город. Казалось бы, ну тут ты смирись. Ты понял, что все-таки плохо. И лот говорит, нет, Господи, нет. На город я не пойду. Нормально, да? Хороший парень, лот. Лот сказал ему, нет, владыка. Вообще, как можно Богу говорить, нет? Ну это как бы несовместимые вещи. У лота всегда есть свое мнение. Заметьте, у него есть всегда свой вывод. Он там выбрал. Второй раз, когда его освободил Абраму, он опять выбрал вернуться в саду. И он всегда выбирает все самое. Ему не нужно Бог. Бог, ангелы ему говорят. А он говорит, подожди, нет, 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 нет. В гору это тяжело, наверное. Далеко? Зачем нам в гору? И смотри, что он предлагает. Вот раб твой. И велика, Господи, твоя милость, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застегла меня беда и мне не умеет. Вот ближе бежать мне в сей город. Он уже был мал. Побегу я туда. И сохранится жизнь моя. И сказал ему. Вот. Да. Был город Сегор. Реально. Маленький город. Скорее всего, это был такой же развращенный грешный город, как саду Магомора. И он тоже был приговорен к уничтожению. Но. Бог сказал. Я побегу в этот маленький город. Ты же ко мне милости. Пожалуйста, разреши мне. И смотрите, что отвечает Господь. Мне не справедливо город, о котором ты говоришь. То есть, Бог пощадил жителей Сегора ради выбора. Опять же, трагического выбора Лота. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дела, до поля ты не придешь туда. Потому и назвал город Сегор. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сегор. Лот лежит в Сегор. Где такие же грешники, как в Садове. И как вы думаете, он стал долго и счастливо жить в этом городе? Сколько он там прожил? Совсем недолго. Совсем недолго. Удивительно, как жизнь человека не улучшена. И вышел Лот, считай ему дальше, из Сегор и стал жить... Где? В горе. Лот, где ты живешь? В горе. А почему ты в горе-то? И с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре. Лот, боялся жить в Сегоре, живет в какой-то горе-кануре, в пещере, прячется, боится. Слушай, это вот такой финал жизни человека. Счастливая благословенная стадия. Благословенного праведного человека, да? И жил в пещере с ним две дочери его. А что же произошло с этими городами и женой Лот? И пролил Господь на задомогомору дождем в сиру и огонь от Господа с неба. И исправил города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов всех, и произрастание земли. И жена Жилотова... Счастливые, вот такие любопытные. Если вам сказать не оглядывайся, лучше вам ничего не говорить, да? Жена Жилотова оглянулась позади себя, позади его, и стала соляным столпом. Аминь. И памяти к себе воздвиг. И руководит. Что она хотела увидеть? Сейчас, я не знаю, мне трудно вашей мужской понять. Я слышала, с одной дочерью тебя осталась. Ну так, кстати говоря, там остались его дочери, которые погибли в Содоме и Гаморе. Там остались зитья, ну не знаю, где они... Наверное, дети. Наверное, могут быть дети и внуки. Ну, представляете себе? А может быть и дом остался. Мы так долго наживали это имущество. Миря была из Италии привезена. Мы ее так долго ждали. Автомобиль-то мы купили недавно совсем. Ну, как еще даже? Подожди. Я не знаю, почему она ее лучше. Но она... Она тоже не послушалась Господу. Господь сказал, не оглядывайся, не останавливайся. Вперед. Не послушал Бога. Он стал и не устал Бога. Какой ужасный финал жизни правильного Орлота. Все потому, что он сделал трагически неправильный выбор. Он был правильным, но он сделал неправильный выбор в своей жизни. Все сгорело. Все, ради чего он жил, сгорело. Вы можете представить такой финал вашей жизни? Когда все, что вы строили, зарабатывали, сгорело. Все исчезло. Твои замужние дочери, как мы сказали, с зитями, а может быть и с внуками, не поверили тебе и остались в саду. И тоже сгорели. Твое благословенное потомство сгорело. Твоя жена, любимая твоя жена, обернулась и осталась в память. «Лон, где ты будешь теперь жить?» Говорит, в пещере. Но и это еще не все. Представляете себе. Ужас. Я когда читаю эту историю, у меня просто ну раз вспотел. Как вы думаете, если ваши дети живут в саду, в миру, это как-то вредно? Очень вредно. Конечно, дочери его незамужние, они в битвы, они общались со сверстниками, они смотрели на всякие вещи, которые делают их друзья. Да, они этого никогда не делали сами, но они прекрасно знали, что такое разрад, что такое неправда. И вот при чем они додумались. И напоили отца своего вину, и вошла старшая дочь, и спала с отцом своим. Нормально, да? На другой день напоили отца своего вину, и вошла младшая, и спала с ним. И сделала высокие дочери лотовыми, беременными от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Маав. Он отец Маамитян Даныни. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бет-Ами. Он отец Аманитян Даныни. Напоили вино, переспали с отцом. Лот, ты думал, что твой выбор в Содоме не заденет твою семью. Никак. Оказалось, что Лой как задел. Причем до самой глубины. С кем-то берешься, как я сказал, на воины берешься. И потомки Лотов, сейчас вы читаете, Маамитяне и Аманитяне, которые столетиями враждовали самые заклятые враги народа Божия. Маамитяне и Аманитяне. Когда вы будете также читать историю Библии, вы увидите, сколько раз они воевали, сколько раз они... То есть это потомки, до сих пор воюют. Это все потомки, в кавычках, праведного Лота и ошибки его выбора. Ужасно. 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 Давайте подведем маленькие итоги и поможемся. К чему привел трагический выбор праведного Лота? Как я сказал, к рабу его жизни. Он потерял все. В жертву своего комфорта, чтобы понравиться развратным своим друзьям и братьям, садамлянам. Он принес в жертву жизни и души своих учреждений. Немыслимо. Он душами своих детей рассчитывает, рассчитаться как газонимый авторитет. Второй результат его жизни. Лот занимался бесплодной евангелизацией. Его проповедь была похожа на шутку. Ее никто всерьез не воспринимал. Десять праведников не оказалось. И даже когда он зитьян, и, соответственно, дичьям своим стал говорить, они подумали, что он шутит. То есть вся его вот эта идея. Я тогда я внедлюсь в этот развратный город. И изменю его изнутри. Наверное бывают такие случаи в жизни, я не знаю. Но у Лоты этого не получилось. Праведность Лоты не влияла на Содом. Но Содом развратил его семью. Содом повлиял на его семью. Есть один очень важный библейский принцип. Но он в завете. Написано так. Во втором послании Петра. Удалившись от господствующего в мире растления похоти, покажите вере ваше. И там перечислено. Добродетель. Добродетель и рассудительность. В рассудительности. Потом. В избирательных. И так далее. До любви. Да? Здесь есть очень важный принцип. Надо удалиться от господствующего в мире растления похоти. Чтобы тебе верить показать плоды и результаты, ты должен удалиться. Ты не можешь жить в миру среди плотских, греховых людей, которые мыслят и делают что-то. Не удалившись от греха, ты вряд ли достигнешь успеха в праведной, святой, боговодной жизни. Богу нравятся люди, которые не уклоняются от зла. Я буду жить среди зла и уклоняться от зла. Которые не уклоняются от зла, но которые удаляются от зла. Почувствуйте разницу. Ты можешь всю жизнь уклоняться от зла, но рано или поздно это зло тебя найдет. Но лучше удалиться от зла. Удалиться. Это сложное решение. Это очень сложное решение. Не общаться с людьми, которые развратные. Может не ходить в интернет на какие-то сообщества. Я никогда не забыл одну христианку. Она так в мире ушла. А с чего все началось? Я не знаю, что точно началось. Но один из пунктов меня очень сильно затронуло. Я говорю, а как это было? Она говорит, я благовестую в интернете. Я так благовестую в интернете. Я так благовестую в интернете. Я говорю, подойди. Кому ты благовестую в интернете? Я на сайт гомосексуалистов и лезвия. Списалась. Я ей благовестую. Я ее такую убеденную. Он говорит, вы улыбаетесь. Вы улыбаетесь. Но ее уже нет с нами. К сожалению. Дай Бог, чтобы она вернулась. Господь и была спасена. Смотрите, какой свидетель в сволоке есть в Новом Завете. Праведного лота, утомленного обращения между людьми, неисковой разрадками. Он утомился, когда он с ними общался. Избавил Бог. Ибо сей праведник лот, живя между ними, нижедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела безбоконные. Мучился каждый день. Видя дела безбоконные. Но ничего не делал. Не спасался сам. Не спасал свою семью. Ничего не менял в жизни. Просто мучился и страдал. Когда лот отделился от Авраама, он отделился от Бога их откровений и от Бога его водительства. Когда лот отделился от Авраама, лот отделился от веры. Когда лот отделился от Авраама, лот отделился от общения с Богом. Пока не были повязы, Бог четыре раза, ну как минимум четыре раза в Библии я засчитал. Может быть даже больше. Напрямую разговаривал с Авраамом и ни разу с лотом не разговаривал. Лотом назван правильно, но Бог ни разу с ним не разговаривал. Только через Англию. Вот у него был контакт с Англией. У Авраама дух торжествовал от общения с Богом. Плоть же, может быть, иногда мучилась в шатрах. Знаете, не очень удобно и мягко спать. Но дух его торжествовал. А он уже, наоборот, плод торжествовал от земного комфорта. Дух же его мучился в праведной его душе. Лот пользовался всеми садовскими благами, но дух его ежедневно мучился. Никогда не будет так, чтобы дух и плоть были довольны. Ой, как в Библии написано, они друг другу противятся. И это наш выбор. Каким праведником нам быть? Куда нам пойти? Пойти путем веры? Путем Авраама? Или путем Лота? Путем земного благополучия, адаптирования к этому миру? Я такой христианин, законспирированный. Я говорю, что никто из соседей ни разу не догадался. Куда я хожу по воскресеньям? Может быть, я в торговый центр? Я, знаете, когда выходил из пасовской рубашки, ну, когда бывают, я там из дома нахожу. Сейчас такие соседи. Вау, а таксисты? Меня сейчас подъедут. Игорь, я тебя в такой одежде вчера видел. Я говорю, я же в церковь. Я прямо говорю. Они говорят, как дела, баптистский Бог? Да, это смешно звучит. Послушайте, братья и сестры. Каким путем мы пойдем? Путем конспирации? Или путем открытого исповедания веры в Иисуса Христа? Лот, вроде бы, уклонялся от Содомских грехов сам, но жил в Содоме, но их не делал. Но это была его трагическая ошибка. Авраам решил просто выйти из мирской системы, жил как бы на почине цивилизации, некомфортно, неудобно. Но благодаря этому он сохранил те благословения и получил то, что Бог ему обещал. Он просто прожил эту жизнь так, что я сказал, его имя было на устах, есть на устах и будет. Авраам – муж верный. Он верный Господу человек. Он праведный, который не просто жил, а который прожил и сохранил. И сделал то, чему Бог его призвал. Он не строил жертвенника, не поклонялся Богу. По крайней мере, нигде не написано, что он открыл жертвенник в Содоме. И каждое воскресенье в 11 часов вместе с группой прославления он начинал там поклоняться Господу. Нет. Нигде этого нет. Его вера была как бы формальной. Вроде бы правильник, и Бог его спас. Бог спасает. Ну, все спасают. И Лода, специальные ангелы пришли, и Бог пришел его спасти. Авраам, наоборот, отделился от Содома ради верности за это с Богом. А Лод отделился от общения с Авраамом ради материального благополучия, забили и комфорта. И Авраам постоянно делал вертинки поклоняться Богу. Вот в чем разница. Два правильника, две жизни, два пути, две истории. Одна благословенная, с благословенным финалом на тысячи родов, на тысячи поколений, на тысячи лет. Представляете себе? А другая... Кстати, про Луту больше ничего не написано. Вот когда он переспал, на этом еще точка. Вот мы на Заветке еще упоминали. И все. Что с ним было? Как он умер? Все. Был правильник, и не спал его. Последний закончился. Семья, мирской... Да, Лод принес жертву жителям Содома, как мы сказали, двух своих дочерей, ради как-то своей безопасности, лояльности, жителей Содома. Мирской Содома, он всегда будет требовать жертву. Еще раз, мирской Содома, этот мир всегда будет требовать от него жертву. Семья Абрама, наоборот, родила Исаака, сына обетования. Через них пришло благословение на весь человеческий род, на все времена земные. Всем народом и родился, в конце концов, кто? Кто родился? Спаситель мира. Иисус. Потомок Абрама. Представляете себе? Бог приготовил и сохранил верного Абрама, быть родоначальником вот этого благословенного, до тысячи родов благословенного народа, в котором родился Спаситель мира Иисус. Иисус для всех народов, в том числе и для нас изящных. Это же удивительно, потому что Абрам назвал отцом всех верующих. А семья Лота. Жена погибла. Зетям показалось, что он шутит. Две незамужние дочери разродились. А замужние погибли вместе с детьми. Врага с Богом приказался в этих и потомках поколениях. Как я уже сказал, эти два народа стали закрятыми врагами на ноги столей битаков. Печальный урок жизни. Поплоки праведного Лота. И последний. Хотел закончить эту фразу, она может быть такая рисковатая. Мне кажется, она хотя бы запомнить ее, надеюсь. Я хочу себе сказать и вам. Не будь как лох. Давайте скажем вместе. Еще раз. Не будь. Еще раз. Не будь. Хочешь сказать, не будь как лох. Мне кажется, здесь она шутит в последний пункт. Потому что такая жизнь, она похожа на жизнь неудачную. Не будь как лох. Подражайте вере Абрама. Будьте как Абрама. Мужами веры. И не будь как лох. Господь дал вам благословение. Родиться. Сами создать семью. Может родить детей. Подумайте не только о себе. Подумайте о том, что останется после тебя. Являйся ли ты частью вот этого Божьего благословенного потомства народа святого Божьего. До тысячи родов. Благословение Господне. Являйся ли ты. Передашь ли ты вот эту издательную палочку веры своим детям и внукам. Или на тебе все закончится. На твоей праведности будет поставлен крестик и все. Помолитесь об этом. Подумайте. У многих из нас, у кого только начинается жизнь, у кого-то в середине мы в пути. Но знаете, пока мы живы, можно много что изменить. А если сегодня, может быть, ты живешь в каком-то грехе или в городе, где есть грех и разрад, сегодня ты можешь стать круто. И сегодня через время изменить свою жизнь кардинально. Изменить свою судьбу, чтобы не погибнуть вместе с этим греховным миром. Земля и все дела на ней сгорят. На месте этих двух городов Садома и Гамора сегодня находится... Находится... Мертвое море. Оно так и называется. Мертвое. Потому что там нет жизни. Давайте мы помолимся перед Господом. Давайте встанем для молитвов.